Добрый день, это Хабар 24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном и интересном к данному часу в студии Батагос-Саркулова. Хасмжа Мартухаев подписал закон о выборах акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Поправки внесены в соответствующий конституционный закон. Отмечается в бюллетенях для голосования, появится графа «против всех». Также снижен и порог прохождения политических партий при выборах в Можелис с 7 до 5%. Помимо этого президент подписал поправки, предусматривающие сокращение срока хранения кредитной истории казахстанцев с 10 до 5 лет. Глава государства утвердил и уточненный республиканский бюджет. На ближайшие два года он дефицитный, поэтому намечены трансферты из Национального фонда. Около 4,5 миллиардов тенге. В ближайшие три месяца количество новых зараженных коронавирусом может составить около 100 тысяч человек. Это в худшем случае. Об этом заявил министр здравоохранения на заседании правительства. Алексей Цой озвучил еще два сценария развития эпидситуации в стране в период с июня по сентябрь. Так, при эффективности вакцинации не менее чем на 80%, прогноз заболеваемости может составить около 69 тысяч человек. При оптимистичном сценарии и того меньше. Сейчас больничные койки, заполненные ковидными пациентами, на треть. Премьер-министр страны поручил увеличить темпы вакцинации населения. На сегодняшний день 2 миллиона человек вакцинировано первым компонентом. Вторым компонентом привито почти 1 миллион человек. Принимаются меры по пополнению запасов вакцин, увеличению количества прививочных пунктов. С наличием вакцин никаких проблем нет. Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией. Сегодня для 3 миллионов 400 тысяч казахстанских школьников звенит последний звонок. Правда, почти все они слышат его онлайн. В некоторых городах разрешили провести для выпускников небольшую церемонию, но на открытом воздухе и с соблюдением всех мер предосторожности. Марк Брюшко отправился в одну из столичных школ, чтобы узнать, с чем выпускники этого года хотят связать свою взрослую жизнь. Марк, приветствую. Чувствуется ли праздник? Да, конечно, праздник чувствуется, ты, наверное, видишь и слышишь. Это сейчас, как и наши зрители, поздравляют выпускников, то есть младшее поколение. Ты абсолютно правильную цифру обозначила. Хочется добавить, что из этого числа школьников, для которых звенит последний звонок, выпускники 11-12 класса, это порядка 150 тысяч. И порядка 10 тысяч человек, это отличники учебы, и они претендуют на знак Алтын Бельги. Будем надеяться, что ЕНТ они сдадут хорошо, и экзамены, и получат золотые медали. А здесь мы находимся в столице, это правый берег столицы, школа лицея номер 62. Это уже третий, последний звонок, который прозвенит сегодня в этой школе. Дело в том, что здесь целых пять выпускных классов. Только, представьте себе, остается очень много школьников, и мы уже наблюдали за час до моего прямого эфира, как школьники волнуются, конечно, как проходят их поздравления, и вот в очередной раз мы можем это видеть сейчас. Давайте послушаем небольшое интервью, которое мы записали до нашего прямого эфира, о том, какие санитарные нормы, в принципе, каких санитарных норм придерживаются в этом году, и что чувствуют родители школьников, которые выпускаются, ну, там расскажет наш спикер. На самом деле это очень волнительный момент, то есть трое детей, это не шутки, 11-классники, то есть предстоит выпуск, экзамены. Мы в этой школе провели 11 лет. Мы очень рады, что вообще разрешили этот выпускной, поэтому мы придержались, как вы видите, всех санитарных норм, то есть дети в перчатках, масках, придерживаемся расстояния. Еще очень важный момент. Разрешили в этом году родителям присутствовать выпускников здесь по одному родителю от каждого школьника. Допустим, если 30 человек в классе, 30 родителей, но не больше должно быть. Здесь вот мы видим, что школьники социальной дистанции придерживаются. То есть давайте поговорим с выпускниками и узнаем, с чем они хотят связать свою будущую жизнь. Ну вот, здравствуйте. Последний к вам, как вас зовут? Грязь, Дмурат меня зовут, здрасте. Отлично. Расскажите нам, пожалуйста, куда хотите поступать, кем хотите стать вообще? Я думаю, в Казахский агрокетнический университет я поступлю, мне так хочется. И, скорее всего, на менеджмент. Вот такая мне нравится специальность, хорошая. А почему вы решили связать с этой стезией свою жизнь в будущем? Ну, мой характер к этому лежит больше. У меня такой склад ума, я такой общительный более, и очень такой шустрый человек. Понятно. Какие чувства переполняет в данный момент? Это меня называют. Ну, мне немножко грустно, но все же я понимаю, что это как бы шаг в новую жизнь. Уже школа, это пройденный этап, и дальше будет только лучше и больше, наверное. Новые достижения, новые успехи. Я думаю, у меня все получится, и я вообще стану богатым в будущем. Все, большое спасибо тебе. Желаем успехов. Давайте, давайте пройдем, поговорим еще с кем-нибудь. Ну вот, девушка, здравствуйте, мы в прямом эфире. Психобар24, как вас зовут? Настя. Настя, Настя, очень приятно, поздравляем вас с выпуском. Расскажите, кем вы хотите стать в будущем, куда поступаете, да, и почему выбрали свою будущую профессию? Ну, я хочу поступить на психологию, в Россию хочу поступить, пока что, вот, не знаю еще. Что чувствуете сейчас, то есть волнение? Волнение, переживание, какой-то часть счастья, то, что закончила, со своими любимыми одноклассниками, вот. Все, с праздником вас. Ну, и, в принципе, на этом мой прямой эфир подходит к концу, мы поговорили со школьниками, поговорили с родителями, и вот вы могли видеть, так сказать, картинку того, как отмечают выпускники последний звонок в этом году в условиях коронавирусных ограничений санитарных, конечно же. Марк, уже второй год, выпускники остаются без банкетов праздничных, сильно расстроены? Нет, я не могу сказать, что они сильно расстроены, наоборот, все говорят о том, что запомним этот год, как выпускники прошлого года говорили, что запомним. В интересное время оканчиваем школу, будет что рассказать потом детям и внукам. Спасибо, Марк. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Марк Пришко, а мы продолжим. С завтрашнего дня в Алматинской области начнут работать почти 600 летних школ. От родителей поступило больше 100 тысяч заявлений. С учетом сантребований в один класс допускается не больше 15 учащихся. Занятия будут проводиться практически по всем школьным дисциплинам. Форму обучения будет каждый педагог выбирать по своему усмотрению, в зависимости от его профессионального мастерства. Возможно, это будут традиционные обучения, возможно, это будет какой-то проектный метод обучения, или же может быть обучение на свежем воздухе. Таких узких ограничений нет. Все это зависит от самого преподавателя. Продолжаем выпуск. Снижение заболеваемости коронавирусом в Казахстане фиксируют третьи сутки подряд. За минувший день врачи выявили 1558 новых случаев ковида. Максимальные показатели в Алматы и Карагандинской области. Всего инфекцию с начала пандемии обнаружили у более чем 376 тысяч казахстанцев. И о ситуации с коронавирусом в мире. «Ковидный ад» – так описывают эпидситуацию жителей Индии, где сохраняются высокие показатели заражения и смертности. Больницы работают на пределе своих возможностей. В одном из штатов под палаты переоборудовали школьные классы. Сюда в основном приезжают пациенты из сельской местности. Здесь они не чувствуют того, что их положили в больницу. Они чувствуют себя счастливыми, даже если физически им очень плохо. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя как дома. А похороны в Веру Парагвая в поиске новых сотрудников из-за высокого спроса на их услуги. Ковид стал причиной смерти свыше 8 тысяч человек. В последнее время летальных случаев стало заметно больше. Правда в том, что заказов на изготовление гробов намного больше. Мне звонят, скажем, 4 или 5 раз в день, но я не успеваю. Пропуск для вакцинированных граждан ввели власти Чили. Этот документ позволяет всем привившимся свободно передвигаться между городами. Обе дозы препарата уже получили около 8 из 16 миллионов человек. Это лучший мировой показатель после Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Мы ценим запуск пропуска на мобильность, поскольку это позволит нашим гражданам путешествовать по городам. То есть внутренний туризм вновь возродится. Это новость потрясающая для турбизнеса. Между тем в Испании началась вакцинация бездомных. Правительство разработало план, предусматривающий иммунизацию каждого, кто вынужден жить на улице. Прививки уже получили около 300 человек самого большого соцприюта в Мадриде. Волонтеры настаивают, эту категорию людей необходимо включить в группу риска, поскольку многие из них не имеют свободного доступа к элементарным средствам защиты. Ситуация, связанная с задержанием лайнера, на котором летел бывший главред телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, обеспокоенный в ООН. В организации призывают провести полное прозрачное независимое расследование случившегося. Официальные власти Беларуси тем временем заявили, что на электронную почту национального аэропорта Минска пришло письмо от солдат Хамас. По их словам, члены организации требовали от ЕС перестать поддерживать Израиль в ближневосточном конфликте. А также сообщили, что на борту самолета «Райан Эйр» находится бомба. После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна сразу же была доведена информация о поступившей грозе, связанная с возможной закладкой на борту воздушного судна взрывным устройством и приведением их действий в Вильнюсе. Однако позже в организации Хамас сообщили, что не имеют никакого отношения к сообщению о минировании самолета, подчеркнув, что они, цитата, «не используют такие методы». Между тем, в интернете появилось видео с задержанием Романа Протасевича. На записи он дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в Беларуси. Сейчас я нахожусь в сезон номер один города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Инцидент с посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, стал основной темой обсуждения лидеров стран ЕС на внеплановом очном саммите в Брюсселе. Он затмил все запланированные ранее темы форума. Каковы решения первого дня европейской встречи высокого уровня? Репортажа нашего Сапкора в Бельгии. Первый с декабря очный саммит лидеров стран ЕС проходил на фоне беспрецедентных мер безопасности, в том числе и обеспечения киберсекьюрити. Как известно, лидерам ЕС было рекомендовано не пользоваться электронными устройствами во время работы форума, во избежание утечки информации о принимаемых на нем решениях. Итогом работы первого дня саммита ЕС, который был озвучен на брифинге для журналистов уже глубоко заполночь, стало принятие решения запретить авиакомпаниям Беларуси летать в аэропорт ЕС и совершать полеты над его территорией. Из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, саммит ЕС также рекомендовал европейским авиаперевозчикам не совершать полеты в воздушном пространстве Беларуси. Ожидается, что теперь это решение должно быть утверждено и согласовано в Совете ЕС на уровне министров. Это угроза безопасности гражданской авиации и международной безопасности. Именно поэтому 27 глав стран Европейского Союза с большой твердостью согласились немедленно осудить произошедшее и потребовать немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Главы государств и правительства стран ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси и пообещали в ускоренном порядке ввести новые экономические санкции против Минска. Это нападение на свободу выражения мнений и на европейский суверенитет. Такое поведение требует решительного ответа. Поэтому Евросовет постановил, что будут введены дополнительные санкции в отношении лиц, причастных к угону самолета. Но на этот раз также и в отношении предприятий и хозяйствующих субъектов, финансирующих этот режим. Что касается судьбы дальнейшего взаимодействия Евросоюза с Россией, лидеры ЕС поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить отчет о будущих двусторонних отношениях к плановому саммиту ЕС в июне. Эта дискуссия была полезной и плодотворной. Это была возможность услышать друг друга, а также общими усилиями оценить нынешнюю ситуацию и подумать, как мы можем укрепить способность Европейского Союза защищать свои интересы и продвигать свои ценности. И уже сегодня, во второй день работы саммита ЕС, ожидается, что его участники обсудят проблемы борьбы с пандемией и климатическими изменениями. Саммит ЕС также может принять решение о внедрении так называемого зеленого сертификата вакцинации. Лидеры ЕС также обсудят ближневосточный конфликт и подготовку к саммиту ЕС США с участием американского президента Джо Байдена. Жанна Терна, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. И вновь о событиях в нашей стране. На некачественный ремонт домов жалуются жители Тараза. В одной из многоэтажек, как заверяют жильцы, отсутствуют радиаторы отопления и вентиляционные вытяжки. И таких фактов по городу десятки. Подрядчиками заинтересовались в антикоррупционном департаменте. Этот дом не ремонтировали около 40 лет. В прошлом году реконструкцию все-таки провели. Заменили кровлю, привели в порядок подъезды и подвал. Появилось и освещение. Но радость жильцов была недолгой. Огорчили многочисленные недочеты. Ирина Телегина рассказывает, возле квартиры пришлось самой доделывать ремонт. Электрощитки. Они абсолютно в ужасном состоянии. Они не заштукатурены. Огромные дыры. Во-вторых, как вы видите, фундамент дома не покрашен. Первый подъезд у нас остался так без оградки. На окнах должны были быть вот эти вот сеточки. Сеточек нет, допустим. Дальше должны были радиаторы отопления поставить в каждом подъезде. Их тоже нет. Угрожает тем, что вот сейчас мы сделаем, пересчитаем все и еще больше насчитаем вам. И потом раскидаем. Они мотивируют, что им что-то подписали, что-то не подписали, что-то им не сделали. Извините, а мы при чем жильцы? Ходили, мотали этими письмами, что мы доделаем все. Но, извините, сейчас уже июнь скоро. Сколько месяцев. А мы все ждем. А теперь нам заявляют, что это они делают за свой счет. А мы, оказывается, вообще ни при чем. За что мы будем платить 15 лет кредит, непонятно. Ремонт дома по программе Нурнежер обошелся жильцам в 75 миллионов тенге. Реконструкцию провели в кредит. Сумма ежемесячной выплаты зависит от площади жилья. Например, за капремонт трехкомнатной квартиры жильцы будут платить около 4,5 тысячи тенге. Представители Акимата заявили, все озвученные жильцами незавершенные работы по капремонту в проект не входили. К слову, подрядные компании еще не доплатили чуть больше 12 миллионов тенге. Их возврат зависит от выплаты средств другими собственниками квартир. По этому дому осталась дополнительная работа. Мы не можем указать подрядчику, чтобы он выполнил дополнительные работы. Это не входит в смертные стоимости. За качеством следит специально закрепленные технодзоры. И от нас тоже имеется технодзор. В основном по программе мы отвечаем в части финансирования. В 2019 году, согласно проекту, было проведено ремонтных работ в 30 домах. Из них в 8 домах было выявлено нарушение. В 2020 году отремонтировано было 80 домов. Проверено нами было 60 домов. Данные рекомендации, чтобы дополнительно сделали ремонты, доделали ремонты в 45 домах. Все подрядчики, которые недобросовестно провели работу, они получают определенные штрафы. Это все зависит от того, какие были недоделки с их стороны. По словам подрядчика, работы он завершит до 1 июня. Платить за них жильцам дома не придется. Это якобы будет подарком. Ремонт многоэтажек на особом контроле специалистов антикоррупционной службы. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслана Хотела, Тарас, Хабар, 24. С сегодняшнего дня на Акаспии официально открыт купальный сезон. Однако жители Магасталской области начали его намного раньше. Несмотря на то, что вдоль опасных мест для купания установлены предупреждающие знаки, в регионе уже произошло два несчастных случая. Люди гибнут, игнорируя запрет спасателей. В рейд вместе с сотрудниками водно-спасательной службы вышли и наши корреспонденты. Это кадры поисковой операции. Шесть водолазов искали тело 40-летнего мужчины. Он прыгнул с моста в алкогольном опьянении и утонул. Тело погибшего извлекли с 4-метровой глубины. Как вы видите, скалистый берег. Один удар головой об камень. Всё, и человек утонул. В области шесть запрещенных мест для купания. Два из них находятся в Актау. Остальные в Тубкараганском районе. Дети регулярно приходят купаться и с азартом ныряют в воду, порой не видя опасного каменистого дна. Рейды спасатели проводят совместно с полицейскими. Однако такие профилактические беседы и даже штрафы слабо действуют на отдыхающих, говорят специалисты. Поток любителей экстрима всё равно растёт. Всего неделю назад на 43-м километре погиб студент. Он также купался в запретной зоне. К сожалению, на сегодняшний день родители не ведут беседы круглой семьи, вечером. Необходимо соблюдать безопасность. То есть купаться только на отведённых для этого местах, на безопасных местах. То, что купаться на запрещенных местах нельзя. Здесь необходимо учитывать роль ювенальной паницы, то есть роль участковых, местных полицейских служб, которые по обязанности своей, по своему функционалу должны проводить вот такие рейды. В прошлом году у нас погибло, к сожалению, 9 человек. Из них купальный период пятеро. Этот водоканал – одно из самых опасных мест для купания в области. Ежегодно здесь происходят трагедии. Несмотря на запрет купания, а также предупреждающие знаки, люди лезут в воду. Сильное течение водовороты практически в каждом случае подписывает им смертный приговор. За последние пять лет в области погибли 59 человек. Из них 13 – дети. За пять лет из 59 человек 20 погибли на запрещенных местах. Семь из них случились на этом водоканале. Люди не рассчитывают своих сил. Гибнут как профессиональные пловцы, так и рыбаки, которые устали от жары и хотят освежиться в море. Сейчас в штате водно-спасательной службы 40 человек, в том числе и обученные водолазы. На балансе 28 единиц техники. В районах области есть спасательные станции. Однако этого недостаточно, чтобы держать под присмотром все Каспийское побережье, говорят специалисты. Тамара Степанова, Ренаду Салиев, Монгосталовская область, Хабар, 24. Сейчас прервемся на рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск. Два поезда столкнулись в метро малазийской столицы. Свыше 200 человек получили различные травмы. Десятки госпитализированы. На месте трагедии продолжают работать спасатели. Сообщается, в одном из составов находились люди, а другой был запущен в тестовом режиме без пассажиров. Причины происшествия пока неизвестны. Начато расследование. Джефф Безос потерял статус самого богатого человека в мире. Возглавил список в французский бизнесмен Бернар Арно главам группы компании LVMH, куда входят 75 знаменитых домов, специализирующихся в шести разных сферах. Форбс оценил его состояние в 186 миллиардов 300 миллионов долларов. Основатель Амазон Безос на второй строчке. У него 186 миллиардов долларов. На третий глава производителей электромобилей Тесла Илон Маск. Его состояние насчитывает 147 миллиардов долларов. Кстати, легендарный бренд Louis Vuitton тоже принадлежит Бернару Арно. Свой вклад в развитие модного дома вносят и казахстанцы. Из 17 дизайнеров со всего мира знаменитый французский дом пригласил на работу Анелю Ибрагимову. Сейчас наша соотечественница работает над сумками бренда, продающихся в Великобритании, Ирландии и Южной Африке. Анеля начала свою карьеру в Louis Vuitton, как говорится, с самых низов. После бакалавра и магистратуры в Великобритании она устроилась продавцом в знаменитый французский магазин. Все это время Анеля продолжала практиковать художественные навыки. Однажды она решила испытать свои силы в конкурсе, организованном компании. Ее рисунки привлекли внимание компании, и вот, 24-летняя казахстанка работает дизайнером-иллюстратором под крылом одной из самых узнаваемых марок в мире. Создаем разные идеи, предлагаем разные варианты, как можно привлечь внимание клиентов и увеличить продажу в Louis Vuitton. Мама Анели Зауре Мухамедиева работает в консалтинговой сфере в Лондоне. Она признается, что изначально хотела, чтобы дочь занималась финансами. Но увидев живой интерес и увлеченность художеством, не стала преграждать Анели путь к искусству. Это ее заслуга. Она очень трудолюбивый человек. Она всегда стремится к своим целям и достигает их. В жизни главное не лениться, ставить себе высокие цели, стремиться и делать. Планы художницы не ограничиваются работой в Louis Vuitton. Осенью она собирается открыть собственную выставку, где будут представлены картины в стиле фотореализма. Все вырученные средства казахстанка направит на благотворительность. Асель Жамбурши, Алмагуль Сарикбаева, Халымжан Хараманулы, Великобритания, Лондон, Хабар-24. Почти пятая часть населения Китая – люди старше 60 лет. Таковы данные национальной переписи населения. Старение в Поднебесной происходит стремительнее, чем в других странах. По данным одного из исследовательских центров, при нынешней тенденции базовый пенсионный фонд страны исчерпает себя уже через 15 лет. Не способствует решению ситуации и рождаемость. За последнее десятилетие снизилось число как женщин детородного возраста, так и новорожденных. Как старение населения может повлиять на экономику страны и какие меры принимают в Китае, знает Патагос Саргабаева. Китайское общество может постареть, не успев разбогатеть. Перепись населения показала, что около 19% жителей Поднебесной – пожилые. За последнюю декаду поколение старше 60 лет увеличилось на 5%. Тогда как людей от 18 до 59 лет стало меньше на 7. По прогнозам экспертов, в первую очередь это скажется на пенсионной системе. Базовый пенсионный фонд страны может начать отрицательный рост через 15 лет. А к 2050 дефицит превысит 11 триллионов юаней. Старение населения сократит предложение рабочей силы, увеличит нагрузку на семьи по уходу за пожилыми и окажет давление на основные государственные услуги. С другой стороны, это явление способствовало развитию серебряной экономики, расширению потребления товаров и услуг для пожилых, а также продвижению технологического прогресса. Однако открытым остается вопрос, достаточно ли у пенсионеров денег на продвижение серебряной экономики. Ведь базовая пенсия небольшая, особенно в селах. Не помогает в решении проблемы и рождаемость. В Китае ежегодно на свет появляется все меньше детей. Средний коэффициент рождаемости сегодня составляет 1,3. В норме, чтобы население обновлялось, этот показатель должен быть не менее 2,1. Сократилось и число самих женщин детородного возраста. Это систематическая проблема. Изменение одной части этой системы не повлияет на решение проблемы. Это жизненный цикл экономического и психологического давления с момента рождения ребенка и до того времени, когда он или она обретет свою семью. Старение населения замедляет экономический рост. К примеру, по прогнозам в Японии, этот процесс может привести к снижению роста ВВП на 25% в течение 40 лет. Китай же стареет стремительнее, чем другие страны. И здесь нужен комплексный подход, уверены специалисты. Меры должны быть направлены на поддержку не только пожилых, но и тех, кто работает, а также молодых семей. Патогос Сыргабаева, Владимир Грабарь, Хабар, 24, Китай. И в завершение выпуска одна на 100 тысяч. Редчайший кенгуренок-альбинос родился в Казанском зоопарке. Малышку назвали Алисой. Родители кенгуренка обычной темной окраски, поэтому появление белого детеныша для всех стало неожиданностью. Сейчас ей полгода. Она еще не совсем твердо стоит на ногах. Однако Алиса очень спокойная и любознательная, отмечают сотрудники парка. Животные осмотрели ветеринара и сделали все необходимые прививки. И к этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова